Касымжумар Токаев Касымжумар Токаев Схожесть целей и задач Казахстана, как молодого государства, начинающего делать первые шаги на международной арене, в 1992 году позволила Республике Казахстан стать полноправным членом ООН. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся вопросами внешней политики, в том числе политологам, специалистам-международникам и студентам. В книге «Под стягам независимости» Касымжумар Токаев делится своими впечатлениями от совместной с Нурсултаном Назарбаевым поездки в составе делегации СССР в Китай. Без него делегация, включая ее главу Льва Толкунова, не приступала даже к чаепитию, не говоря уже о деловых заседаниях. «Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана», — пишет Касымжумар Токаев, имея в виду председателя Совета Министров Казахской СССР Нурсултана Назарбаева. В линейку интересных литературных работ, посвященных роли Казахстана в мировой политике, вошла книга «Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации». Работа переведена на китайский язык и вышла в издательство Государственного информационного агентства «Синьхуа» в Пекине. Формат книги построен на хронологии основных событий в международной деятельности Республики Казахстан. Дипломатия Республики Казахстан была напечатана в 2001 году. Книга, посвященная десятилетию независимости Республики Казахстан, содержала всесторонний анализ процесса становлений и развития внешней политики Казахстана. Особое внимание автор уделяет международной деятельности первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, известного за рубежом как архитектора казахстанской государственности. Эта книга вызовет несомненный интерес у читателей. Информации с первых рук от непосредственного участника событий, яркие авторские портреты представителей мировой дипломатической элиты делают эту работу особенно привлекательной для широкого круга лиц, интересующихся вопросами международной политики. В книге Касамжомарта Токаева «Преодоление» впервые в мировой политологической литературе описываются уникальные эпизоды из истории становления дипломатических отношений независимого государства. Особый интерес для читателя представит описание взаимоотношений Республики Казахстан с Россией, Китаем, США и Центрально-Азиатскими государствами. Презентация книги «Кемель Токаев», посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося писателя, журналиста Кемеля Токаева, состоялась в 2003 году. Талантливый писатель, основоположник приключенческо-детективного жанра в казахской литературе, был примерован на Республиканском конкурсе художественных произведений за книгу «Поток». А два года спустя на полках книжных магазинов появляется новое увлекательное чтиво «Свет и тень». Книга построена как мемуарный политический роман об истории Казахстана рубежа 20-21 веков. В нем автор рассказывает о многих ранее неизвестных широкой публике фактах. На страницах книги фигурируют десятки исторических персонажей и действующих политиков, которым автор дает емкие и точные характеристики. Уже поэтому следует прочесть эту книгу, написанную живым и сочным языком, но при этом языком дипломата. Интеллектуальная и творческая жизнь страны в 2010 году ознаменовалась интересным событием. Была издана новая книга Касамжумарта Токаева, посвященная политику глобального масштаба первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Книга под оригинальным и точным названием «Он делает историю» вне сомнения войдет в Золотой фонд казахстанской политической литературы. Касамжумарту Токаеву, конечно, есть что сказать о первом президенте Республики Казахстан. Ведь многие десятилетия назад тогда еще способный дипломат, блестяще владеющий несколькими языками и получивший трудовую закалку в МИД СССР, Касамжумар Токаев был замечен Нурсултаном Абишевичем, а затем призван им в свою команду для разработки и реализации внешнеполитического курса молодого государства. Само название этой книги отражает ее содержание. В книге «Размышления в ООН» собраны основные выступления Касамжумарта Токаева на английском, французском, русском и китайском языках, а также его статьи и интервью в качестве заместителя генерального секретаря ООН, генерального директора Женевского отделения ООН и генерального секретаря конференции по разоружению. Книга предназначена для всех интересующихся проблемами внешней политики и дипломатической практики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова